Дмитрий Ра. Наоборот. Глава первая. Смерть задышала, когда в ее глотке застряли перчатки. Верификационный имплантационный центр Айхол. Время 11 часов, 13 минут утра. «А-а-а! А-а-а!» — криком отозвалась красивая девушка в фирменной форме Айхол. Они специально выбирают красивых. Больше красивых, чем умных. Она не знала, что делать, и вызвала дежурившего на этаже доктора. Саня не кричал. Орал, довязь слезами. Он насквозь прокусил себе язык и начал захлебываться кровью. Встал чуть тише. «Крепче держи. Рот. Не трожь рот», — раздавал указание доктор. Булькающие звуки подкосили ноги рассудок девушки. «Он задохнется. Кровь же, кровь!» — чуть ли не ревела блондинка. «Нельзя», — сказал. «Хуже сделаешь». «Что же делать?» — проклятие. Кто-то матерился. Что-то пошло не по плану. Никаких повреждений на его теле не было, кроме тех, которые он успел нанести себе сам. Нестриженные ногти впились в ладони, а нижняя челюсть сомкнулась с верхней, не обращая внимания на препятствия в виде окровавального языка. Никто же не думал, что понадобится медицинская капа. Такого не должно было произойти. Так им говорили. «Вырубай, ну!» «Не могу! В нору! Он упал в нору!» «Что?» «Как? Это невозможно! Вырубай по-холодному!» «Да я уже вырубил! Блин, что делать?» Мужчина не ответил. Он тоже не знал, что делать. Никто не знал. Конвульсирующего тестера просто держали. Его челюсть разомкнулась, и кровь хлынула на футболку. «А-а-а-а!» – прохрепел он, но снова захлебнулся. В помещение зашел человек в строгом костюме и, не торопясь, закрыл за собой дверь. Он сощурил глаза. Сначала посмотрел на кровавленного Александра, потом на камеры видеонаблюдения. «Доктор, заткните ему рот. Хотите, чтобы его услышали?» – прозвучал слишком уж спокойный голос. Девушка почему-то испугалась еще сильнее. Засуетилась. Она схватила первое попавшееся под руку и сунула в рот, и без того задыхающемуся парню смятые ком резиновых перчаток. Ойкнула. Видимо, осознала глупость своих действий. Перчатки перекрыли доступ к кислороду в легкие. «Дура, ты что делаешь?» Мужчина в белом халате в недоумении посмотрел на свою помощницу и потянулся к импровизированному кляпу. «Оставь», – приказал холодный голос. Доктору показалось, что он ослышался, но его рука замерла на полпути. «Ха-ха-ха!» – довелся латексом тестовый объект под номером 23341С. Двумя часами ранее. Два брата бежали. Они торопились в первый в России ВИЦ – верификационно-имплантационный центр iHall. Как же повезло. Старшему брату Герману удалось попасть на альфа-тестирование. Заявок было очень много, но выбрали именно его. Говорят, что шанс попасть на альфа-тест равен один к сотне. «Саня, стой!» – прокричал на бегу Герман. Он сильно отстал от боли спортивного Санька. «Я сейчас сдохну. Почему мы на такси не поехали?» Саня слегка сбавил ход, и они поравнялись. «Такси для слабаков!» – засмеялся он. «Качай мышцу!» «Вот сам и качай. Ты говорил, что ты недалеко». «Так и недалеко», – хмыкнул Саня и посмотрел на свои смарт-часы. «Еще километр». «Сколько?» – возмутился Герман. «Километр. Может, я здесь где-нибудь посижу, а?» «Нет, когда еще я увижу твою завистливую морду?» Герман хотел еще возмутиться, но не успел. Брат схватил его сильными руками и с кряхтением посадил себе на плечи. «Да уж, семнадцатилетнего кабана тащит на плечах». «Отпусти!» – долбанулся. «Поскакали!» – ускорился Саня, крепко держа младшего брата за ноги. Сначала Герман пытался сопротивляться, но, подумав немного, схватил Саню за уши и прогоготал. «Нооо! Игого!» Братья рассмеялись, совершенно не обращая внимания на недоуменные взгляды людей. Через десять минут они стояли напротив огромного здания из разряда деловых центров. На входе два суровых охранника сканировали чипи до посетителей. Саня задыхался и отплевывался, как верблюд. Герману было хорошо, он наездник. «Слушай, а давай-ка ты иди», – сказал верблюд, толкая Геру в спину. «В смысле?» «Ну, проверим, как работают мужики», – кивнул он на охранников. «Даже не знаю, тебя же пригласили. Смысл? У них поди все по списку». «Ой, не нуди, вали давай». Но Герман и свалил. И сразу же вернулся. Под судорожное хихиканье брата он сел на бордюр. Его не пустили. Геру сразу же попросили протянуть руку и просканировали чипит на запястье. Разумеется, он не был в списке тех, кому можно было зайти сегодня в верификационно-имплантационный центр. А еще он был несовершеннолетним, и это сразу бросалось в глаза. «Ха, ха», – скривился Герман, – «оборжаться». Саня улыбнулся во весь рот. «А мне кажется, норм. Зато теперь мы точно знаем, что тебе со мной нельзя, малой». «Удивительно», – Герман закатив глаза, кивнул на охрану. «Они же тут просто для красоты стоят». «Ладно, я пойду. Думаю, на час-полтора. Надолго первый раз никого не подключают». «Да-да, вали. Никуда не уходи. Конфетки у больших дяди не бери». «Пошел ты». Саня рассмеялся и пошел в сторону центра. Его, конечно же, пропустили. Спустя час. Герман сидел на лавке напротив входа в ВИЦ и тыкал в смартфон. Он выбирал в онлайн-магазине «Моноколесо». У Сани завтра день рождения, юбилей. Ему исполнялось 25 лет. Младший брат планировал купить ему действительно стоящую вещь. Ради этого Гера целый год раздавал листовки в торговом центре. Саша всегда дарил ему дорогостоящие подарки, так как успел открыть свой бизнес по аренде электробайков. И это в 25-то лет. Вот гад. Но месть Германа будет страшна. «Сколько?» – возмутился Герман, разглядывая модель XS-100. «Сорок вашу Дашу тысяч!» Спустя час. «Пора бужи и закругляться», – пробубнил сам себе Герман, поглядывая на суровых охранников в пиджаках. ФБРовцы, блин. Первые тестировщики выходили из центра. По обрывкам разговоров Герман услышал, в каком восторге нет пребывания в сказочном мире. Спустя час. Герман набрал номер брата. «Извините, абонент временно недоступен. Оставьте свое со...» «Ифифи, фе, 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 не фа, фу, фе, 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 фе. Передразнил он автоответчик, под недоуменный взгляд, проходящий мимо бабушки. — Спустя час. Дозвониться не удалось, хотя Герман делал это каждые пять минут. От ногтей на руках ничего не осталось. Грызть их — привычка эпохи бурного задротства. — Извините, — сказал Гера одному из охранников. — У меня брат на тестировании, телефон не отвечает и... Тестирование уже закончилось, — перебил его бородатый охранник. — Что? — Больше никого нет, только сотрудники центра. — С чего вы это взяли? Вместо ответа он показал Гере Чипридер. Сканер Чипидов. Ясно, вся информация о посетителях центра передается сразу туда. — А можете еще раз проверить брата? Александр Волков. — Парень, я же сказал, остались только сотрудники. Герман посмотрел на ногти и вздохнул. — Остались только на ногах. Мало ли что может произойти. Может, Саня в туалет отошел и там уснул. Но неприятное предчувствие свербило где-то в голове. — Может, он вышел с другого выхода? — Не знаю. — Раздраженно ответил парню, здоровяк в пиджаке. Время — 14 часов 33 минуты. Абонент Саши так и не стал доступен. Охранники не пускали Германа в центр ни под каким предлогом. Герман обошел все здание виться, но большая ее часть была окружена высоким забором с колючей проволокой. Прямо тюрьма с красивым парадным входом. Очень вряд ли, что Саня вышел где-то в другом месте. Темнело. Герман уже не нервничал, а паниковал. Предчувствие стало уверенностью, что с братом что-то случилось. Он слишком хорошо его знал. Саня никогда бы не стал над ним так шутить. — Шшшш! — зашипел Герман и схватился за голову. — Боль вгрызлась в виски, высасывая остатки хладнокровия. Первые тестирования системы I-Hole были закрытыми. Отобрали добровольцев и наделали им отверстие в затылках. Все под строгим контролем всех возможных медицинских ведомств. Говорят, что недовольных среди тестеров не осталось, а внедрение нейроадаптера в кору головного мозга совершенно безопасная процедура. Слухи о том, что из тысячи добровольцев из испытательного центра потом выходило 999, жестко подавлялись маркетинговыми инструментами и связями на высшем уровне. Александр Волков оказался этим единственным из тысячи человеком. На следующий день после пропажи брата Герман с мамой дозвонились давиться. Им сообщили, что Александр Волков по завершению тестирования просто покинул центр. Якобы есть даже документы с его подписью, подтверждающие это.